приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы всем всем нашим зрителям и подписчикам желаем мира а также добра и сегодня очередной выпуск утренний выпуск на нашем канале и он посвящен важным делам которые мы можем провести в огороде в саду или же не провести в связи с тем что очень важные события приближаются но естественно что мы можем сделать в доме со своим телом и на что обратить внимание со своим здоровьем ну что ж давайте приступим к освещению всех этих и других вопросов в первую очередь рассмотрим агрокороскоп с 13 по 16 мая 2022 года время киевское прошу обратить внимание вот на эту строчку я ее как завершающей сделала и она записана красным мы находимся в коридоре затмений и вот этот коридор затмений завершится 16 мая это и полнолуние и луное затмение очень сложные сейчас будут дни они уже ощущаются даже в день 9 мая очень сложный был день стрессовая ситуация перехода луны из первой во вторую фазу и далее эта энергия сильная энергия будет нарастать что такое у нас полнолуние полнолуние это период стресса переход от накопления сил к их реализации происходит переход от расширения к сжатию организма это очень и очень сложный период поэтому будьте внимательны но чуть чуть позже мы поговорим о здоровье и еще раз на это обратите внимание ну а сейчас давайте рассмотрим вот эти важные дела которые мы можем провести на огороде в саду на цветнике сразу же хочу вас предупредить если вы что-то хотите посеять посадить а мы сейчас рассмотрим что можно делать это нужно сделать еще 13 мая когда луна растущая луна будет в знаке весы весы покровительствуют всем видам капусты кормовым культурам лекарственным растениям гороху по солнечнику кукурузе сахарной кукурузе всем видам фасоли вот пожалуйста не только обыкновенная спаржевая бабовые культуры если установилось тепло пожалуйста можно в это время сеять уже вот эти семена и кстати семена цветов весы покровительствуют цветам тоже здесь можно их высевать с рассадой работаем только в том случае если у вас заранее увлажненная земля нельзя не цветочные не овощные растения нельзя высаживать и поливать если будете поливать растения будут погибать корни начнут гнить много раз испытаний проводила поэтому подсказка очень важная если высаживаете рассаду не поливайте ее вот это хороший еще день 13 для высадки рассады для цветов снова же актуальные посевы и посадка рассады цветочных растений комнатные растения комнатные цветы здесь актуальна защита от вредителей болезней открываете уже окошки а там и тля и белокрылка разлетались уже различные вредители будьте внимательны тоже лучше профилактику сделать что касается поливов и подкормок в весах это делать нельзя поливы это всегда приводит к тому что задыхаются корни гниют корни растения постепенно погибает но естественно без воды подкормка не дает эффекта много раз мы это проверяли много растений погибло для того чтобы мы могли сказать вам не делайте так пусть ваше растение приносят вам пользу и естественно хороший урожай или красивые цветы в саду вот смотрите то что многие ждали для сада актуально в весах если покровительствуют садовым растениям поэтому пришло время вот этой посадки саженцев кто-то прикопал кто-то просто посадил горшок в ведро высаживайте ваши саженцы всех садовых растений декоративные цветочные те же розы гортензий многие мне писали задавали вопросы называю различные саженцы цветов декоративных растений и естественно и других садовые растения пожалуйста высаживайте в этот день 13 не смотрите что 13 и пятница тем более очень хороший день и энергии здесь очень хорошие используйте этот момент зеленые операции не проводим дело в том что вот смотрите у нас близится полнолуние растение просто наполнено эта энергетика независимо от знака в котором находится луна вот этот период нельзя трогать растения я не обламываю ни пасынки не обрезаю какие-то части растений да пройдет несколько дней мы с вами на убывающего не сможем это все сделать ничего страшного не произойдет а если вот в эти дни проводить обломку обрезку вы потом через даже полтора месяца уже увидите растение будет подвержено различными инфекционным заболеваниям вы как будто бы ничего не видите а вот могут заразиться растения в этот период очень сильно происходит вот эти различные манипуляции с растения будьте внимательны заготовки да актуально там где уже зеленушка есть где какие-то уже кто-то грибы собирают заготовки делаете в весах это все получится сделайте это 13 потом уже не будет возможности несколько дней это делать квашение не проводим не делаем только за исключением грибов но больше все-таки там используется для квашения лучше делать маринованные грибы тогда будет все нормально с ними так что но квашение капусты не проводим настойки растущая луна очень хороший период еще и здесь у нас знак хороший который покровительствует качеству вот этих различных трав кстати и собирать можно и сразу же готовить настойки или же настойки из собранных трав готовьте все хорошо будет рыбалка отменяется сбор лекарственных трав да но напоминаю пожалуйста ни в коем случае не срывайте не срезайте то что вам не нужно и не делайте из этого бизнес это нельзя делать сейчас у нас уран в тельце а он следит за этим всем за каждым человеком будьте добры будьте по отношению к природе уважительно относитесь к ней как матери как кормилице и берегите ее пожалуйста для комнатных овощей 13 мая актуальна защита от вредителей и болезней ну а сейчас у нас практически все эти дни уже и здесь хотя будут разные знаки вот 14 луна перейдет знак весы и знак весы в скорпион в 13 35 ну а 15 скорпионе и 16 переход луны и скорпионов стрелец 14 51 но здесь у нас одинаковые виды работ и только есть некоторые различия в некоторых агро приемах поэтому не буду терять ваше время сразу же скажу что посевы и рассада в это время у нас ничего с ними не делается для цветов актуально защита от вредителей и добавляется здесь вы смотрите после 14 часов идет у нас добавление полива с 14 часов 15 все время мы можем круглые сутки поливать а здесь хорошая эффективность полива будет только до 14 часов 16 мая до 14 часов по подкормкам тоже когда полнолуние в это время уже подкармливать нет смысла единственное что вы можете использовать в скорпионе вот вечером где-то 50 процентов питательных веществ которые рекомендуется по инструкции вот вечером можно будет скорпионе это сделать далее мы не проводим подкормку любую органика неорганика дайте возможность растениям вот эту энергию которая уже накапливается и даже на вот 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 этот стрессовый период перейти от накапли от того что уже накапливается и к реализации этой энергии и питательных веществ пожалуйста подкормки не проводим 15 и 16 в саду актуальны 14 после 14 часов 14 после 14 поливы будьте внимательны где дожди были это нормально там никаких проблем нету но во многих регионов регионах нету осадков таких которые хорошенько могли бы увлажнить в саду именно садовые растения поэтому поливы и здесь еще и подкормки вечером можно будет 50 процентов вот мы об этом сейчас с вами говорим и защита от вредителей и от болезней здесь поливы у нас 15 все нормально все сутки а здесь до 14 числа снова же в саду можно проводить поливы стрелец он не опасен для поливов для корней но просто в это время растения не воспринимают воду поэтому если вам у вас много воды лишняя вода можете поливать и вечером но вот если вы бережете воду а у нас идет то время что нужно будет беречь впереди у нас очень жаркое лето поэтому будьте внимательны все должно быть в меру в нужное время зеленые операции 14 и 15 16 не проводим заготовки не проводим и не делаем потому что у нас это энергии знака скорпион даже вот здесь стрелец наложение энергии все равно качество будет не очень хорошее даже с 16 но 17 вы уже можете это делать заготовки пожалуйста квашение все три дня не проводим настойки тоже не делаем рыбалка продолжает отменяться сбор лекарственных трав пожалуйста тоже казалось бы что в полнолуние наибольшее количество питательных веществ и энергии находится в наших растениях лекарственных но здесь у нас энергии скорпиона нельзя растение трогать и здесь тоже накладывается энергии стрельца скорпион на стрелец стрелец на скорпион и еще и луное затмение а в луное затмение лучше не собирать лекарственные травы для растений которые у нас живут в комнате это овощи актуально 14 15 и 16 поливы здесь время видите с 14 часов 14 а 16 до 14 часов проведите поливы но и актуально защита от вредителей и от болезней это очень актуально во многих регионах а теперь посвятим несколько минут нашему дому а также здоровью нашему телу и так рассмотрим рубрику луна для дома для здоровья с 13 по 16 мая 2022 года время киевское но практически у нас три дня период как раз будет перед лунным затмением полнолунием и в сам день лунного затмения и полнолуния в год у нас отсутствовать много видов работ давайте рассмотрим там тот день который что дает нам много дел сделать давайте мы рассмотрим 13 мая в знаке весы печка будет гореть хорошо в знак стихии воздуха тесто нужно добавлять жидкость или уменьшать количество муки это смотрите по рецепту рукоделие прекрасно все будут весы покровительствуют этому творчеству стрижка волос вот будьте внимательны посмотрите сейчас вот очень хорошо провести стрижку волос стрижку ногтей органика при покраске используется знак стихии воздуха и хорошо помыть волосы вот видите это связано с нашим телом вот стрижка вот здесь и вот эти работы будут очень эффективны и полезны далее мытье волос у нас очень хорошо а вот уход за кожей и очистка кожи это время когда в знаке стихии воздуха наше тело каждая клеточка заняты дыханием очистка кожи у нас еще идет до полнолуния и сутки после полнолуния затем на бывающей луне начнется период очистки а вот уход за кожей я тоже советую хотя казалось бы скорпион дальше будут хорошие дни я не советую это проводить очень сложное стрессовое время дали для наших клеточек систем орган органов для всего тела поэтому здесь дайте возможность самому телу насладиться этой энергетикой набраться космической созидательной энергии и затем уже расходовать ее уже на убывающей луне далее ремонт и проветривание вещей очень хорошо при солнечной погоде стирка некачественная поэтому не рекомендуется уборка текущая это нужное дело начало инкубации пока не проводим и вот мы пришли к тому моменту когда начинается сожженный путь полнолуния 14 мая 7 часов утра напомню что полнолуние это период большущего стресса переход от накопления сил к их реализации это время когда происходит переход от расширения к сжатию организма и это очень сложное время для нашего тела поэтому не только тело поэтому нужно будет внимательно отнестись вот к этим моментам наши манипуляциям с нашим телом но давайте печка по-прежнему актуальна возможен дым скорпионе у нас вот 14 15 и 16 тесто нормально было 14 наложение энергии стихии воздуха и стихии воды дает очень хорошее нормально тесто получается а 15 и 16 ведет 15 16 практически тоже наложение стихии огня на стихии воды и получается нормальное тесто а вот с рукоделием конечно уже не повезет потому что вот смотрите 14 еще с утра вот эти энергии до обеда будут творческие работать а затем в скорпионе это всегда плохое во-первых тяжелое такое унитающее иногда настроение и не творческое состояние никаких творческих идей нету и вот в этот период не начинайте каких-то творческих дел далее вот этот момент не стригите волосы кто бы вам что бы ни говорил здесь не только скорпион а здесь вот луна и затмение полнолуние очень влияет на этот на наш организм поэтому на волосы волосы являются своеобразными антеннами связи с космосом и представляете когда идет вот этот момент полного накопления вы срезаете эту энергию в любом знаке не делаем эти процедуры со своими волосами также и не стригите ногти и не красьте волосы в этот период несмотря ни на какие знаки хотя и здесь знак очень плохой для того чтобы заниматься покраской волос мыть волосы постарайтесь с 14 до 12 часов дня потому что 14 после 12 часов дня 15 все 24 часа и 16 до 15 часов мыть волосы не рекомендуется только после 15 часов стрельцы качество будет очень хорошее для волос будет хорошо уход за кожей все дни я вам уже объяснила почему нельзя это делать очистка кожи тоже ремонт не проводим не только это связано с тем что сложный период полнолуния лунного затмения но еще и знак очень нехороший здесь качество никакое проветривать вещи тоже не проветриваем а вот стирка смотрите очень хорошо 14 и 15 а 16 уже наложение энергии стрельца качество будет уже хромать уборка очень хорошо провести в скорпионе 14 15 а уже в понедельник конечно же видите как хорошо совпало суббота воскресенье можно будет провести эти работы а уже в понедельник отдыхать что касается вот этого момента начала инкубации вот эти два дня 14 15 они не подходят казалось бы вот полнолуние и момент лунного затмения можно было бы и не делать это но очень начинается это первый день очень хороший день когда можно заложить яйца гусей и диком на инкубацию это полнолуние это очень хорошая энергетика полнолуния и это позволит получить в следующему полнолунию достаточно очень хороший выход если конечно качественные яйца свежие яйца то получается очень хороший результат ну вот 16 можно закладывать на инкубацию то ли под гусейню индюшку или же в инкубатор вот яйца этих птиц луна для здоровья и так 13 все сутки луна будет в весах и 14 до 13 35 практически почти весь день в субботу будет ощущаться энергии весов поэтому будьте внимательны в это время уязвимы почки мочевой пузырь мочеиспускательный канал мочеточники надпочечники женские половые органы мочеполовая выделительная нервная системы и система желез казалось бы можно было бы сказать что если бы это была убывающая луна и не было бы вот этого сейчас состояния полнолуния лунного затмения можно было бы какие-то операции проводить на органах головы лечить зубы и уши но но в эти дни нельзя проводить не только урологические операции но и остальные операции только экстремальной ситуации тогда это можно делать не делайте никаких плановых операций в это время они не приведут хорошим позитивным результатам следующий период на который нужно обратить внимание это 14 снова же после обеда а также 15 и практически 16 здесь наложение энергии снова же скорпион и стрелец и будут идти эти энергии работать поэтому 14 после обеда 15 и 16 будьте внимательны в это время работают энергии скорпиона а в это время уязвимы прямая кишка сфинктер половые органы мочеполовая и нервная системы снова же впереди полнолуние никаких операций не проводим на органах которые я назвала а также других органах и системах нашего тела но и хочу еще раз предупредить весна желание побыть на улице и иногда не замечаете что в простыле и ноги ваши в холоде находятся пожалуйста ноги и область таза должны быть в тепле следите за этим важным мероприятием для вашего тела ну еще дополнительная информация на 16 мая на день самого полнолуния и лунного затмения здесь также будут ощущаться энергии стрельца и будут уязвимы в это время печень а также тазовые кости органы малого таза бедра кровеносная и нервная система хочу вас попросить пожалуйста в этот период который мы рассмотрели с 13 по 16 мая несмотря на то в каком знаке находится луна будьте осторожны с алкоголем с различными продуктами которые имеют различные химические добавки а также будьте внимательны с лекарствами в этот период все это может принести не очень хорошие результаты для ваших органов систем и для ваших клеточек будьте внимательны будьте очень осторожны дайте возможность себе отдохнуть и пройти вот этот сложный стрессовый период спокойно в отдыхе в расслаблении в саду своему на улице на природе вот и подошел к завершению наш очередной выпуск авторы канала раиса горяченко и александр волик подготовили этот выпуск для вас с любовью большой а также мы как всегда посылаем каждому кто смотрит или не смотрит наше видео всем всем всему сущему на земле всем нашим прекрасным жителям планеты и земля свет божественной любви на этой позитивной ноте со светом божественной любви мы прощаемся с вами и прощаемся всего-навсего до следующего видео будьте все здоровы мира мира вашему дому мира вашему сердцу до новых встреч и